Всем добра, мои милые маньяки. Про то, какой из Марка хреновый фотограф, я уже как-то рассказывал. Хотя он заявляет, что обучался фотографии в университете. Так, я Марк, я изучал фотографию в университете. Мне очень понравилось, и теперь я хочу заняться ей всерьез. Хотите деталей, посмотрите этот ролик. Но на Марке и его фотоаппарате завязано аж две ачивки. Одна выдается за то, что Марк сможет сфотографировать всех членов съемочной группы. Но при первом прохождении это сделать все равно не получится. Марк не сможет подловить в свой объектив Джейми. Так что тут лучше не париться, а дождаться кураторской версии, и когда съемочная группа приплывет на остров, сфотографировать всех на причале. За это получите ачивку «Сейчас вылетит птичка». Другое достижение. Фотограф-криминалист. Одно из самых сложных и упоротых достижений в игре. Судя из названия, Марк должен сфотографировать все места преступлений. Но проблема в том, что место преступления здорового человека и место преступления разработчика из Супермассив Геймс даже рядом не стоят. Сейчас покажу все места, которые нужно сфотографировать, и вы сами все поймете. Первый раз Марк возьмет фотоаппарат в библиотеке. Он сможет сфотографировать зарубки на столе. Странно, что это привлекло его внимание. Он сам говорит, что в детстве занимался тем же самым. Значит, для него это обычное дело, и тогда непонятно, зачем это фотографировать. О, такое я помню. Я в средней школе всю свою парту изрезал. Дерзкий. Второй момент вообще неадекватный. По логике, хорошим объектом могла стать шляпа Холмса на втором этаже. Но если к ней подойти просто так, то она неактивна, и вы не сможете сделать фотографию, которая зачтется за улику. Теперь внимательно слушайте, как нужно сфотографировать эту шляпу для получения ачивки. Марк перелезает по лестницам в раздолбанную комнату. Там нужно навестись на дверь, и поймать крошечный пиксель, загорающийся зеленым. Проще всего вводить объективом по двери и без остановки нажимать на спуск. Маленький такой бак, который ломает всю игру. И если бы он был один? Позже Марк и Скейт оказываются в столовой, где рассажены манекены. Сфоткайте одного манекена или всех, это уж на ваше усмотрение. В следующий раз мы будем управлять Марком, когда он свалится в мастерскую. Тут главное не профукать фотоаппарат. Сначала снимаем чаны с кислотой. Идем в соседнюю комнату и снимаем стеллаж с какими-то коробками. Только не попадитесь на глаза Дюмету. Маньяк схватит Марка и утащит себе в коморочку. И как бы Марк не держался за свой фотоаппарат, это его не спасет. Дюмет привяжет Марка к трубе, а технику сломает. И кстати, фотография маньяка, которая должна была стать вишенкой на торте доказательств, нафиг никому не нужна. И в зачет не идет. Даже если Марку удастся снять Дюмета и спрятаться. После пряток с Дюметом в соседней комнате сфотографируйте манекен Кейт. В этом же зале можно сфотографировать аниматроника из бара, который стоит теперь у стены. В следующем зале болтающего аниматроника. Потом идем к бассейну. Тут нужно сфотографировать манекен в бассейне и валяющуюся рядом руку, что очевидно. А затем моргающий фонарь, что совсем не очевидно. Еще можно сфотографировать здание отеля. Идем в раздевалки. Тут вот прям очень важная улика манекен с полотенцем. Вот прям всем уликам улика. Крови на стене в одной из раздевалок у меня вопросов нет. Дальше для получения достижения было бы неплохо, если бы Чарли к этому моменту был уже мертв. Тогда Марк сможет оказаться на пирсе и немного там поснимать. Фоткаем маяк. Отсюда же можно сфотографировать отель, если не сделали этого у бассейна. Марк попадает во что-то типа морга. Для начала снимаем кучу одежды на столе и быстро прячемся в холодильнике. Когда дюмет уйдет, вылезаем и снимаем тела, свисающие из потолка. А за ширмой можно сфотографировать тело в ванной. А вот если Чарли все-таки окажется рядом, то нужно подставить его под нож маньяка. Потом можно сфотографировать ботинки Чарли. Не лицо, не крюк из живота. А именно ботинки. Не спрашивайте почему. Последняя фотография, которую может сделать Марк при обычном прохождении. Стол с двумя диктофонами на маяке. Еще кучу кадров Марк сделает в кураторской версии. После съемки своих коллег Марк может сфотографировать маяк. А дальше фотоаппарат Марку понадобится только вспомнить. Снимаем вывеску заведения, а потом манекена валяющегося в бассейне. Проходим в коридор и снимаем повешенный манекен. Последним кадром может стать композиция манекенов возле дисковой пилы. Мне удалось собрать все фотографии далеко не с первого захода, поэтому у меня последним стал манекен девушки на каталке. Именно после этой фотографии я получил достижение. Некоторые обзорщики заявляют, что для получения ачивки достаточно фотографий, которые Марк может сделать при обычном прохождении. Но напомню, что Чарльзу придется умереть в печи или дробилке. Но я подтвердить этого не могу. Сам лично при первом прохождении получить эту ачивку не смог. И вот теперь я понимаю, почему это достижение есть только у половины процента игроков. Но все равно, я уверен, что эта подборка стоит вашего лайка. И всем добра, мои маленькие маньяки. Субтитры создавал DimaTorzok